Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 28 главу этой книги. «И призвал Исаак Якова и благословил его». Здесь получается уже третье благословение. «И заповедал ему и сказал, не бери себе жены из дочерей хананских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Фафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраамова, тебе и потомство твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю, странствование твоего, которую Бог дал Аврааму». Здесь мы видим, что окончательно слепой Исаак примирился со своим сыном Яковом. Скорее всего, во всем произошедшем он увидел явную руку Божию. «И отпустил Исаак Якова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Фафуила, армиянина, к брату Ревеке, матери Якова и Исафа». Исаф. Теперь какие действия Исафа? Исаф увидел, что Исаак благословил Якова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав, не бери жены с дочерей хананейских, и что Яков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию, и увидел Исаф, что дочери хананские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исаф к Измаилу. Кстати, о смерти Измаила мы уже читали. Это то, о чем я вам говорил. Хронология событий в главах не всегда соблюдается. «И пошел Исаф к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Навайонову, сверх других жен своих». Таким образом, у него уже четыре жены, и мы знаем, что в арабской и исламской традиции это разрешается до сих пор. Человек может иметь четыре жены. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, что Исаф хочет, чтобы родители поменяли к нему отношения. Он услышал, как слепой Исаак благословил Иакова, братья, жен Нейса, хананьянок, и он решил что-то исправить в той ситуации, в какой он оказался. Хотя про Исафа очень много слов таких плохих. Мы находим в Писании и в разных комментариях Исаф – это вообще такой антипод Иакова, это вообще антипод народа Божия, это вообще один из прообразов Антихриста. Но при всем при этом есть такая точка зрения, что Исаф при всех своих ужасных качествах – духовных и нравственно-моральных, очень низких – он был прекрасный сын своего отца. И отец его любил не просто так. Хотя мы говорили в прошлый раз, что Исаф там лицемерил перед отцом и так далее, но это одна из точек зрения. А есть экзегеты, которые говорят, что он был очень плохой человек, Исаф, но у него было одно хорошее качество – он был хороший сын своего отца. И вот это одно могло даровать ему долголетие и счастье в земной жизни. И когда иногда люди возмущаются, например, однажды мне позвонили на радио «Радонеж», это было в 90-х годах, и задали вопрос, а почему Каганович, который лично взрывал храм Христа Спасителя, со словами, там, приводя в действие какой-то рубильник, со словами «Задерем подол матушки России», прожил там чуть ли не сто лет. Был такой человек варваром? Да. Был ли такой человек мерзавцем? Да. А почему он прожил долго? При всем при этом он мог быть прекрасный сын своих родителей. И только за это Господь мог даровать ему долголетие. Да, он там, скорее всего, попал в ад и мучается в пламени огненном. Но обетования Божьи, они не приложены. И Бог сказал, «Почитай отца и мать, и будешь долголетием на земле». Это единственная заповедь с обетованием. И если люди в чем-то не верны Богу, Бог всегда верен своим обетованиям. Вот что значит одна заповедь правильно исполненная, даже нечестивым, грешным человеком. «И пошел Исаф к Измайлу и взял себе жену, Махалафу, дочь Измайла, сына Аврамова, сестру Навайенову, сверх других жен своих». А почему-то об этой женщине говорится, что она сестра Навайенова. Чему нас может этот текст в принципе научить? Он нас может научить тому, что когда кто-то сватает себе жену, пусть посмотрит на ее брата и пообщается с ним. Почему? Если от этого брака у тебя родится сын, он будет похож на брата твоей предполагаемой жены. Это вот такой маленький, но интересный секрет. И он еще будет брать жену, таким образом у него там будет четыре жены. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. То есть он идет тем путем, каким Авраам вошел в землю обетованную. И пришел на одно место, некое место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. Что значит пришел на одно место? Имеется в виду место, которое всем известно. Потому что и так очевидно, если человек с одного места переходит на другое, да, это очевидно, что это другое место. Очевидно. И пришел на место, то есть то самое место, имеется в виду всем известное место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Так мы всегда ночуем тогда, когда заходит солнце. А это чему нас может научить? Потому что солнце зашло каким-то необычным образом. Необычным образом. Есть предположение, что оно замедлило в своем захождении, потому что там Иаков совершал какие-то действия. Какие? И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. Ну, можете себе представить человека, который вместо подушки берет камень? Это невозможно представить, немножко смешно даже. О чем это? Иаков совершил там закладку будущего храма. Это не подушка, камень. А так как это процесс длительный, закладка будущего здания, то солнце заходило каким-то необычным способом. Потому что за что солнце? Солнце каждый день заходит. Значит, в этом случае оно заходило немножко иначе. И это позволило ему взять один из камней того места, и положил себе изголовьем вот здесь изголовьем во главу угла. Вот так надо это понимать. И лег на том месте, то есть рядом с этим закладным камнем он лег, чтобы поспать. А не так, что он взял там какой-то кирпич положил себе под голову и лег спать. Хотя такое истолкование тоже допускается, есть его аллегорическое прочтение. «И увидел во сне вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба». И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит «Я Господь, Бог Авраама, Отца твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему». На самом деле это гора Мария, и здесь Иаков совершил закладку будущего храма. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, оттуда уже и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Далее мы увидим, как он назовет это место и по этому названию мы тоже поймем, что это была закладка храма, того самого храма, в котором Христос, будучи двенадцатилетним мальчиком, он скажет, мне надлежит быть в доме Отца моего небесного. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, любой храм, это и есть небо на земле, потому что храм связывает небо с землею, а землю с небом. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается небо, то есть молитвы, которые произносятся в храме, они всегда касаются самого неба. Как и Христос говорит, если двое, трое о чем-то попросят, не сомневаясь, они это получат. И вот ангелы божьи восходят и не сходят по ней, по этой лестнице, связующей небесное, земное, божественное и человеческое. ангелы доносят наши молитвы до Господа, а в православной традиции есть ангел, который записывает каждого входящего в храм и каждого, кто раньше времени покидает храм до окончания богослужения. И вот Господь стоит на ней, на этой лестнице и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные». А распространение потомства имеется в виду прежде всего потомство не по плоти, а по духу, как здесь говорится, христианство именно так и распространялось к морю запад, к востоку, к северу и к полудню. Именно так по отношению к святой земле и распространялось христианство и благословятся в Тебе и в семени Твое, прежде всего в духовном, все племена земные. Ибо не тот иудей, как пишет апостол Павел, который внешне таков, но тот иудей, кто внутренне таков. Иудей – это прославляющий Бога, так означает это слово, а подлинно прославляет Бога тот, который это делает через Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. «И вот я с Тобою, говорит Господь, сверху лестницы, и сохраню Тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». То есть «а я не был уверен», ведь он только совершил закладку храма, храм еще не построен, а уже это место обозначено как святое. И убоялся, и сказал «Как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, каждый храм это и есть дом Божий, это врата небесная, каждый храм это врата небесная, это небо обнаруженное на земле. И встал Иаков рано утром и взял камень, который положил себе изголовьем, то есть он уже обозначил его в изголовье здание, так надо понимать, и поставил его памятником и возлил елей наверх его. И сейчас, когда освещается предполагаемое место построения будущего храма, тоже совершаются такие же действия и с возлиянием елея. И нарек имя месту тому Вифиль, то есть дом Божий, дом Божий, А прежнее имя того города было Луз, то есть некое такое поселение было рядом, и положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в которые я иду и даст мне хлеб, есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, то есть основанием, будет домом Божьим, то есть вот этот камень, потом все превратится в храм, в дом Божий, и из всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть, а это прецедент, что на дом Божий, на храм, желательно жертвовать десятую часть из всего того, что мы имеем. И в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать с вами уже двадцать девятую главу книги Бытия, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новой передаче с изучением новой главы. Спаси вас всех, Христос! и христос! 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 Продолжение следует...